итак ребят всем привет сегодня мы приехали продолжать шурфить ранее начатый нами дымовую яму находки как вы знаете нашли мы здесь рубль фальшивый подделку несколько медных монет и так ребят вы подумайте у вас что-то с экраном с монитором или с телевизором на самом деле это у нас уже совсем темнота русик находится в яме я только что оттуда вылез серёга на верхах прозванивает и вы знаете что сейчас вышло у нас смотрите что смотрите что пропитый правда зараза но это рубль рубль с манисты офигеть год 1800 какой-то он конечно не знаю что за сохран такой но это рубля ребята это рубль однозначно батарейка у меня налобник кончился вот видно какой-то силуэт может быть александр или николай все-таки не знаю я не знаю 1800 какой-то год или что-то 1890 какой-то значит это николай видите да силуэт николая 2 это у нас николай классно вот такой у нас жесткий жесткий коп уже под цветом автомобильных фар потому что налобник у меня к сожалению все закончился сдох и пришлось уже использовать фары автомобиля классно 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 сигналы продолжаются в яме но посмотрим что у нас костер уже закончился потому что уже дров в округе практически нет сеном топимся вот и теперь фары у нас работает классно зачетно ну а сейчас ребята небольшой очерк об нашей находке наша радость была недолгой на следующий день монету я отправил на экспертизу и оказалось монета не серебряная а фальшивая вот почему у меня были сильные подозрения прямо на копе и обо всем этом я вам сейчас немножко расскажу наш рубль был изъят из властьями и пришита к делу об изъятии вот почему отверстия несимметричную рисунку нашего рубля как это бывает обычно на монетах с манисты в царской россии для подделки серебряные монеты употребляли сплав из олова и сурьмы откуда получилась и русская поговорка не стоит и оловянной копейки чаще всего поделали серебряные монеты так как подделывать золотую ввиду ее тяжеловесности было несравнительно труднее наказание за фальшивого монетчика во всех странах мира было жестоким в темное время средневековья и в европе и в россии большого монетчика вливали в глотку расплавленный металл преимущество олова из которого они изготавливали свои шедевры позднее стали четвертовать на кавказе и средней азии привязали к лошадям тащили по земле вот и наш умелец возможно попался так как на монете отверстие и сделано именно органами власти полицейскими или даже нашим чиновникам из ведомства по умежеванию интересно был наказан наш фальшивый монетчик надеюсь вам понравилась вот такая история об этом рубле если да проставляем лайк делимся видео а если не подписан подписываемся а сейчас досматриваем видео до конца в общем сегодня в том же составе сергей рустам но на новом транспорте сегодня рустик у нас костер разжигает серёга жидкой жидкость развивает в общем сегодня будем копать погода больше минус 15 мы ехали было минус 15 утром было немножко по морозе стоит такая красота мы прям едем и красотище вообще жуткая вот серёга говорит там настолько очередная нас ждет так чего а чё 4 это тебе вот них вот этому нет смотрите вот нас настолько всем по чуть-чуть а мне вот смотреть сколько это наверное специально так у нас тут скромненько курица в общем скромно но не как всегда рустик у нас там вон там костер короче на улице минус 15 у нас плюс 40 да мамина настойка на правда вот именно вот такая вот как это называется джемисон 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 сегодня сегодня классно ребята будем копать шурф нас вот смотрите мы закладывали я вам говорил что мы его не засыпали специально будем продолжать я уже сделал пробные копки так что бензином мы заливать ничего не будем и слава богу вот так что я вам говорю что на стриме будем все это дровами засыпать все заливать бензином поджигать час-полтора отогревать но в принципе копаемо потому что низина там было и не особо замерзлых и вот костерчик сейчас курсу может еще пожарим до согреет в общем вступление есть ребята тогда мы ковырялись было уже темно совсем и мы нифига ничего не видели оказывается стоят там уже как бы фундаментные камни и 1 венец лежит как-то по диагонали вот так вот стоечка дома в принципе стояли как-то таким вот образом ладно пойдем мы согреваться мороз ху ничего себе блин дыхание так бензин с собой взяли взяли даже с собой пилить дрова но не понадобится и конечно же вот и янка все к столу и так ребята бросили мы свой фундамент в принципе он нам находки не давал мы передвинулись в другое местечко самое главное то что наверное от ближайшего населенного пункта наверное километров 510 и кругом поля вот кругом поля вот видите да кругом поля и нашли в принципе пацаны сказали что здесь есть один заброшенный дом мы в этот домик сейчас заглянули он конечно же вскрыт полы фундамент пытались шурфить но я не знаю как результаты но фактом что мы хотим продолжить в нынешних условиях нынешних условных по погодных условиях очень морозно очень холодно мы решили все таки сюда пройти зайти и продолжить кем-то начатый полы частично ребята сняты мы как бы посмотрели мусора конечно советского много серёга говорит три года назад в принципе в нем уже жили проживали но фактом что он сейчас уже брошенный и ничего страшного если мы его немножко побомбим кто-то уже его конечно бомбил вот полы в принципе целые мы хотим попробовать здесь все это попробовать как вы видите домик в принципе старый старый где дерево прогнило здорово часть полов уже снята кто-то из-за комрадов которые меня смотрят самарчаны наверно вспомнят этот дом видите здесь такие репосты известных известных актеров до узнаете вот комедианты бульдог харламов и фундамент вот знаете с крыльем частично частично его буквы реали красный угол как-то непонятно раз красный угол непонятно 2 ну весело нам будет сегодня очень много здесь репостов с голыми тетками обнаженными вот я думаю ой весело будет водочные крышки имеется всякие а попки всякие тетюльки в общем думаю нормально будет здесь стояла печь печь в области печи не ковыряли все сюда закидали я думаю все это мы сейчас в первую очередь будем убирать все бревна а в тепловые доски и смотреть по наличию находок по наличию засыпки если на засыпка в принципе глубокая но я осумеваю что есть глубокая засыпка доживем увидим результат сейчас конечно пойдем серега там наверное нам приготовил опять горячительные напитки по традиции так приезжаем сразу горячительные напитки да и вон уже хватит ёшкин кот у вас ваша на сегодня капуста и они квасен огурчики квашеные на покушке вы не пьете да блин вот смотрите ребята все покрылся льдом ёшкин кот и льдом но полно мороз очень мороз так что на сам нам сладо дар ворусе и там и сиан все плитает теперь надо запить дать ну ладно запиваем ребят единственно достойно находку чуть не потеряли блин серега блин сверху сердака оттуда достал ее сбросил рустик и и помацал помацал и положила ее были на кресло а мы кресло ёшкин кот начали пинать ну кто так делает это только рустик делает что цены у нас в этом доме ребята смотрите какой бодрый сохранчик это 10 копеек смотрите какой бодрый тридцать третий год а я я смотрите еще вот среда из-под полы дернул но этот керосинка обычный хрень как это поможет да а вот 10 копеек не чешный такой вот сверху вот такой вот сохран именно чердачные ребят чердака подняли смотрите какой бодрый неплохой да да хороший вот и все на этом чердака подняли только ну 50 копеек я снимал вам показывал лабуда полный ай вот и того мы всего с этого дома после кого-то после какого-то камрада подняли три монеты 50 копеек я поднял хрен знает какого года ходячка здесь за один рубль и серега вот чердака поднял 10 копеек ну гильзачи ничего гильза на и в африке гильза так что так вот дай блин два замка дать бог вот такой-то огромный раз и вот 2 ешкин кот да такие замки блин неужели дом закрывали такой замок да жесть жесть но вот такой у нас пока коп учился сейчас наверно может быть с ребятами пообщаемся может быть вернемся до серы вернемся на яму да там хоть нет нет но цари были но не сегодня а в прошлый раз вот может быть вернемся так что вот такой домик наверное будем прощаться с этим домом ничего интересного не дал но на чердаке тридцать третий год и на этом все дарусь ничего интересного да наверное едем и так ребят решил немножко согреться при помощи костра пацаны в яме мы меняем друг друга поочередно вот решил перекурить попить кофейку ну и с вами пообщаться хочу вас спросить как вы снимаете ломку непосредственно зимой зимой часто ломает как наркоман я просто имел отношение с наркоманами знаю как их жутко ломает и вот кладоискательство зимой именно с этим сравнимо мы без копа не можем и из-за этого мы копаем круглый год никогда не закрываем свои копы зимой осуществляем шурфы непосредственно брошенных домов и сегодня мы сходили в один брошенный домик он единственный причем в округе на 10 километров никого ничего нигде нет ни одной души домик брошен к сожалению находок там у нас не получилось и мы вернулись свою домовую яму рустик серега сейчас борется замерзшей землей подкапываем уже мягкий грунт из-под низу в общем пока без находок но самое главное общение общение солнышко садится значит скоро будем копать уже по цветам фонарей благо мы сегодня фонарями запаслись ну ладно немножко размяли ножки согрелись так что опять в окоп на это ребят уже по ту сторону костра что у нас происходит рустик яме серега прозвонит сверху а я по эту сторону костра любо дорого взглянуть на три вещи это когда горит огонь течет вода и работе и как когда рустик копает а серега пробивает вот это любо дорого взглянуть так что замечательно погода у нас повторюсь минус 15 сегодня было вот в таких просторах ходим луга поля холмы леса все есть а мы здесь у костра кто-то посчитает нас больными и будет прав мы больные серьезно и так ребят на этом будет заканчивать свой небольшой видеокоп по находкам у нас получилось хреново всего подняли 1 2 3 3 монета до 3 монеты вова потом у нас кто ельцин добыл борис и что еще и сталин 33 на этом и все ребят покопали оторвали душу сняли ломку с парнями пообщались чисто такой сырого мужской компании гречительный напиток ударили по душе в общем классно отдохнули она того стоило хоть и нашли всего-навсего три монеты из них всего-навсего достойны это две монетки полтинник и червончик на этом и все ребята надеюсь за трудосторания стопудовую уже закрыли сезон а мы в минус 15 копаем а глубина промерзания уже полметра а мы бьем бьем так что и все поедем домой до новых встреч на шурфе домах